Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим необычное ягодное суфле, которое буквально выпрыгивает из формочек при выпечке. Рецепт приготовления элементарный, но в итоге вы получаете просто фантастический десерт, как в лучших французских ресторанах. И в первую очередь нам необходимо подготовить ягодное пюре. Ягоды можете использовать как свежие, так и замороженные. Пюреруем их с помощью блендера. Ягоды, кстати, могут быть абсолютно любыми. У меня здесь клубника и немного вишни. Если вы будете использовать ягоды с косточками, например, малину или ежевику, то пюре лучше протереть через сито от косточек. Всего нам понадобится 200 грамм пюре. Отправляем его в ковш с толстым дном, добавляем 50 грамм сахара и 15 грамм кукурузного крахмала. Крахмал лучше использовать именно кукурузный, потому что картофельный все равно имеет небольшой привкус. Все это перемешиваем венчиком до однородности, чтобы крахмал хорошо разошелся. Желательно, чтобы пюре у вас было холодное. И после того, как все комочки крахмала разошлись, ковш отправляем на плиту, доводим массу до кипения. И после закипания при постоянном помешивании силиконовой лопаткой на небольшом огне увариваем массу примерно 3-5 минут. Время будет зависеть от изначальной густоты вашего пюре. Я уваривала свою массу ровно 4 минуты. В итоге должна получиться консистенция, похожая на джем. К сожалению, камера не записала момент уже готового ягодного пюре. Вот записала буквально секундочку, которую я растяну, чтобы вы примерно видели конечный результат. Обязательно увариваем пюре на небольшом огне и при постоянном помешивании, чтобы ничего не пригорало. Пока отставляем пюре в сторону, пусть немножко подостынет, а мы займемся белками. Нам понадобится 120 грамм яичных белков. Добавляем к ним щепотку соли и взбиваем миксером. Начинаем взбивать на небольшой скорости, постепенно скорость миксера увеличивая до средней. Вы у меня, конечно же, уже опытные кулинары, но на всякий случай напомню, что белки нужно отделять от желтков очень осторожно, чтобы к ним не попало ни капли желтка, никакого жира и воды. Тогда они прекрасно взобьются. Белки я, кстати, использую холодные. Взбиваем белки примерно вот до такого состояния, пивной пены или мягких пиков. И далее увеличиваем скорость миксера и небольшими порциями начинаем вводить 60 грамм сахара. Делим весь сахар условно на 4-5 частей и небольшими порциями всыпаем и продолжаем взбивать на высокой скорости. В итоге мы должны добиться состояния твердых пиков. Масса будет достаточно плотная, густая, глянцевая. Она будет прекрасно держать форму, даже если вы перевернете миску вверх ногами. И теперь, когда меренга готова, когда она получилась очень густой и плотной, теперь мы к ней будем добавлять ягодное пюре. Оно к этому моменту как раз немножечко подостынет. Добавляем небольшими порциями по одной полной столовой ложке примерно и перемешиваем уже на минимальной скорости миксера. И в итоге, когда ввели все пюре, у нас получается вот такая воздушная, очень нежная ягодная масса, напоминающая мусс или суфле. И теперь мы можем переходить непосредственно к выпечке. Для выпечки лучше всего подходят вот такие керамические формочки. Объем не важен. Я буду использовать формочки двух размеров. 150 и 300 миллилитров. Формочки для начала смазываем с помощью кисти сливочным маслом размягченным, а затем присыпаем сахарной пудрой. Распределяем сахарную пудру тонким слоем по дну и стенкам формочек. Все лишнее высыпаем. Общий объем по рецепту получается 900 миллилитров. То есть вы можете использовать 6 формочек по 150 миллилитров, 3 формочки по 300 миллилитров и так далее. Я думаю, суть вы уяснили. Всего 900 миллилитров, но вы используете то количество и те размеры формочек, которые у вас есть. Теперь нужно постараться выложить суфле в формочки таким образом, чтобы не образовывалось внутри пустот. И заполняем формочки практически полностью, оставляя сверху буквально несколько миллиметров. Можно осторожно постучать, чтобы суфле распределилось равномерно и выровнять поверхность. Далее отправляем суфле выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 8-10 минут. И вот такая магия у нас происходит при выпечке. Суфле буквально выпрыгивает из формы. Также я сделала помимо двух формочек по 150 миллилитров, еще две формочки по 300 миллилитров. Большое суфле тоже прекрасно поднимается. Готовое суфле достаем и сразу же подаем. Можно присыпать его сахарной пудрой, можно орешками, можно ничем не присыпать. Сразу же его пробуем, потому что суфле это вещь такая, она моментально после выпечки опадает. Вот такое получается нежнейшее ягодное облачко. Просто фантастически вкусное, ягодное. Сахар, кстати, регулируйте по своему вкусу, в зависимости от кислоты ягод. И что я хотела еще сказать, если это суфле вы сразу не съедите, а уберете его в холодильник, то да, оно немножечко опустится, опадет, станет менее воздушным, но не менее вкусным от этого. Поэтому попробуйте и в теплом виде, и в охлажденном. Очень надеюсь, что рецепт вам понравился. Но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.